МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Я здесь живу, мне очень нравится это озеро. В День России вокруг Малаховского озера провели субботник. Сейчас коллеги движутся, скажем так, в дорожной карте, сроки выдерживаются, и пандемия не повлияла на сроки. Министр образования Московской области посетила Люберцы с проверкой. В масках мы заходим только в общественные места, не насилуемся на улице. Жителям Люберец доставляют защитные наборы от губернатора. Надо помогать людям. Сначала ты поможешь, потом тебе помогут. Как отметили День донора Люберчане в сюжете нашего корреспондента. А теперь подробнее об этих и других новостях. Службы и ведомства городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили в администрации на очередном заседании оперативного штаба. За неделю было 2000 обращений граждан. По данному обращению возбуждено 34 уголовных дела. 29 раскрыто по горящим следам. Также было совершено 145 ДТП. Люберецкие стражи порядка продолжают работать в усиленном варианте. Наступление жары к задачам полицейских добавило дополнительную нагрузку. Охрану общественного порядка у водоемов. Пожарным на минувшей неделе пришлось ликвидировать три возгорания. Все они произошли в Люберцах. 10 июня в 17.42 минуты. Поселок Малахов, улице 7, дома 40. Горел автомобиль «Лада Приора». На почте 5 подробных страдавших. В содержании городских и дворовых территорий на прошлой неделе задействовали почти тысячу человек и 96 единиц спецтехники. В округе продолжают ежедневно дезинфицировать детские и спортивные площадки. Ведутся работы по покосу травы. Продолжаются работы по ямочному ремонту на дворовых территориях. Выполнены работы по опиловке 17 деревьев. По пяти адресам демонтированы незаконно установленные объекты. В Люберецком округе полным ходом ремонтируют проезжие части. В этих работах, а также содержание городских дорог, участвовали 84 рабочих и 22 единицы спецтехники. В рамках летнего содержания автомобильных дорог подрядными организациями в ежедневном режиме проводились работы по уборке подземных пешеходных, переходных, уборке мусора, восстановок общественного транспорта и заездных карманов. В службу 112 на прошлой неделе поступило более 10 тысяч обращений граждан. Все ее сотрудники также работают в усиленном режиме. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Подготовка к новому отопительному сезону продолжается. До наступления холодов в округе реконструируют котельный. Для надежной подачи тепла в дома Люберчан некоторые объекты увеличивают мощность. На одном из таких побывала наша съемочная группа. Несмотря на разгар лета, работа в котельной на Комсомольском проспекте кипит. Тепло в дома уже не подается, но есть другие задачи. Рядом с объектом строится новый жилой комплекс. Мощностей на всю зону обслуживания не хватит. Для того, чтобы тепло пришло в каждую квартиру, здесь устанавливают два новых современных котла вместо пяти старых. На сегодняшний день дымовая труба на этой котельной установлена. Сейчас устанавливаются датчики и идет работа предпусконаладочная. Общая мощность котельной составит 21 гигакалорий в час. Этого достаточно, чтобы утеплить весь жилой фонд, прилегающий к территории, с учетом строительства новых объектов. Есть дома трехэтажные, четырехэтажные в данном районе. Но если 25-этажные и перепад давления, подача тепла, теплоносителя, три этажа – это одно давление, 25 – другое. Поэтому здесь свои сложности, все это учтено. Поэтому каких-то перепадов, каких-то неудобств в зимний период в данном микрорайоне просто не будет. Котельная заработает с новой мощностью уже в этом году, с самого начала отопительного сезона. Луиза Игазарян, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Субботник в честь Дня России. Так жители городского округа Люберцы отметили государственный праздник. Совместно с сотрудниками администрации и представителями общественной палаты они привели в порядок территорию вокруг Малаховского озера. Наша съемочная группа присоединилась к коллективной работе. Всем спасибо, кто изъявил желание обустроить, благоустроить вот этот пятачок земли Малаховской. Здесь отдыхают жители Московской области, Москвы. Здесь всегда в Малаховке много гостей. А еще в Малаховке много инициативных жителей, которые в праздничный день отложили отдых на потом. Хотя для них пребывание на любимом озере и есть релакс. Я здесь живу, мне очень нравится это озеро. Поэтому, да, я сюда прихожу и убираюсь, потому что рядышком с домом. Ну, я вообще болею очень за это озеро, поэтому хочется, чтобы оно было чистым. От бытового мусора и сухостоя очистили береговую линию и лесопарковую часть. Генеральную уборку провели на пляжной зоне и в местах отдыха. Перед тем, как приступить к работе, участникам субботника раздали средства индивидуальной защиты. Надеемся, что, как и прежде, данное мероприятие будет носить систематический характер. Очень рады, что жители отзываются, охотно идут на это мероприятие. Со своей стороны помогаем всем, чем можем, и всячески поддерживаем это. Несколько часов коллективного труда и жемчужина Подмосковья стала чище. С территории Малаховского озера в этот день собрали и вывезли 16 кубометров мусора. Производство, где делают счастье. Глава округа с рабочим визитом посетил фабрику природы. Продуктовая линейка предприятия – это шоколад, чай и другие лакомства без добавления консервантов. Это самый первый этап перебирания какао-бобов. Где хорошие какао-бобы отделяются от плохих какао-бобов. Хорошие какао-бобы потом обжариваются. После этого они попадают в сепарат. Только уникальная продукция из натуральных ингредиентов. Этому девизу основательницы фабрики Седа Хункаева и Анна Хабарова придерживаются уже более трех лет. В основе всего – то, что дала сама природа. Получилось так, что я первая попробовала гречишный чай, была влюблена. И мы увидели в этом огромный потенциал. Мы поняли, что нигде ничего подобного в мире нет. Гречишный шоколад и чай, кондитерские пасты и варенье. Все это делают по запатентованной рецептуре на фабрике в Октябрьском. Сюда производство переехало из Люберец в прошлом году. Новое помещение площадью в 1300 квадратных метров позволило закупить дополнительные линии и увеличить производственные мощности. Мы общаемся со всеми предпринимателями. У них были проблемы, где они арендовали площади. Не все у них там ладилось. И мы предложили, мы их нашли. Вот это помещение сегодня, они в таком хорошем развитии, в хорошей динамике. Но мы будем дальше им также помогать. Сегодня на фабрике природы трудятся 42 человека. Несмотря на то, что в пандемию предприятие работало и никого не сократили, сейчас компания переживает не лучшее время. Упали продажи. Мы не отчаиваемся, мы считаем, что мы еще их нагоним. Все будет хорошо. Мы усилили меры, мы измеряем температуру на входе, мы ведем журнал. У нас масочный режим, у нас все ходят в перчатках, у нас на всех столах антисептики. Мы все дезинфицируем. То есть, конечно, мы принимаем все меры, чтобы этого вируса у нас на предприятии не появилось. Линейки для диабетиков и тех, кому нельзя употреблять лактозу, и новые другие полезные продукты. В планах предприятия расширить горизонты во всех направлениях. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Министр образования Московской области Ирина Коклюгина посетила с рабочим визитом Люберцы. Совместно с сотрудниками администрации она совершила объезд территории и обсудила наиболее актуальные проблемы округа. Подробности далее в сюжете. Министр образования посетила гимназию 41, где в настоящее время проводится косметический ремонт столовой и пристройку к детской школе, возведение которой восстановилось после двухмесячного перерыва. Сейчас коллеги движутся, скажем так, в дорожной карте, сроки выдерживаются, и пандемия не повлияла на сроки. То есть до 1 сентября, соответственно, объект будет закончен, полностью будет благоустроена территория, чтобы уже дети, которые придут сюда с начала нового учебного года, придут в новую школу. Жалобы жителей в соцсетях и на портале Добродел проложили маршрут, по которому участники инспекции обследовали городской округ Люберцы. То, что касается дезинфекции, мы ее проводим ежедневно, это в ежедневном режиме. Что касается влажной уборки, влажная уборка у нас проводится один раз в трое суток. Сухая уборка проводится ежедневно, особое внимание обращается на входную группу, обращается на передний этаж, лифтовой холл и, соответственно, каждую площадку межэтажную. После ливневых дождей напротив корпуса 20 по улице Кирова образовалась глубокая лужа, которая вызвала нарекания со стороны жителей. Эту проблему уже удалось решить с помощью нового оборудования на насосной станции. Такие выездные проверки прошли во всех муниципалитетах. Представители областного правительства работали на местах по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал холл строительства школы в посёлке Малаховка. Учреждение возводится на месте старого корпуса 48-й школы, построенного более 100 лет тому назад. Для Малаховки эта школа станет первой новостройкой такого уровня. Здесь будут получать знания дети с 1 по 11 классы. На нижнем этаже расположится начальная школа, а второй и третий этажи отведут под специализированные кабинеты. В центральной части здания предусмотрены административные помещения, актовый зал и пищеблок. А в третьей секции будут учиться старшеклассники. Мы выстроим школу с современными, со всеми удобствами и условиями. Будет спортивный зал, большой, просторный. Можно проводить разные соревнования. Тем более, что рядышком находится буквально через дорогу МГАФ. Специалисты будут взаимодействовать с администрацией данного учреждения. Пока руководство школы и управление образованием строят планы, рабочие нагоняют темпы. В настоящее время на объекте проводят внутреннюю отделку помещений. Впереди большая работа по благоустройству территорий и наведению порядка внутри здания. Готовность школы в целом порядка 86-87%. Это очень высокая степень готовности. Сейчас мы проводим конкурсные процедуры по оснащению оборудования в данной школе. Я так думаю, что это оборудование начнет поступать в начале июля. То есть, достаточно времени, чтобы его собрать, расставить. Появление этой школы избавит поселок от главной проблемы, ликвидирует вторую смену. Сейчас руководство учреждения формирует список учеников, которые в новом учебном году пойдут в новую современную школу. В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Праздник людей в белых халатах призван еще раз подчеркнуть их огромную роль в жизни общества и каждого человека. Наша съемочная группа познакомилась с сотрудницей Люберецкой областной больницы Татьяной Хмелевой и в очередной раз убедилась, что медик – это не просто профессия, а призвание и образ жизни. Перевязочный кабинет. Мы его оборудовали самостоятельно, конечно, не без помощи главного врача. Вот этот стеллаж приобрели для удобства сами. Тоже понимаем, мы живые люди, что не все нужно вешать на руководство, на свою организацию. Что-то и самим нужно вложить обязательно в свой дом. Именно так Татьяна Ивановна называет свою работу. Это действительно ее второй дом. Она стояла у истоков создания отделения, поднимала его с нуля. В каждый уголок старшая медсестра вложила душу, ведь иначе относиться к своему дому невозможно. Я, наверное, из ненормальных, может быть, сестер. Я приезжаю сюда к шести часам утра, чтобы спокойно пройти без всякой суеты и к восьми часам уже что-то знать и про отделение, и про поступивших. То есть, чтобы спокойно работать. Работы очень много, стараешься все успеть, охватить. О медицине Татьяна Ивановна мечтала с детства. В 1977 году она поступила в Люберецкое медучилище. С тех пор остается верна профессии и родному городу. Татьяна Ивановна, а что самое сложное в профессии медработника, на ваш взгляд? Самое сложное, я считаю, это научиться сдерживать свои эмоции, потому что мы все пропускаем через свое сердце. Знакомые в шутку называют ее службой 911. В любой минуту Татьяна Ивановна готова прийти на помощь. Не только в качестве медработника, но и человека, умеющего слушать. К ней можно с личной просьбой подойти. И так подойти по работе, она все ответит, все хорошо. Я рада, что я попала в это отделение. Замечательный человек, отзывчивый очень. Какие-то вопросы были, возникали, я подходила. Всегда она отзывчиво все объясняла, рассказывала. Небольшой, но сплоченный коллектив Татьяны Хмелевой придерживается девиза мушкетеров. Один за всех и все за одного. Последние два месяца испытали сотрудника в отделении на прочность. Вот у меня была ситуация сейчас с коронавирусом, когда я переболела, вышла на работу, но в этот же день у меня, получается, заболели все сотрудники. Я осталась в отделении одна. И две с половиной недели я жила здесь и работала. Татьяна Ивановна не скрывает, что в молодости мечтала стать врачом. Но 40 лет работы доказали, должность не имеет значения, когда ты на своем месте. Работа в медицине для меня – это мой дом. Все. Медиков городского округа Люберцы поздравили с профессиональным праздником. На территории Ухтомской больницы для виновников торжества устроили концерт. Лучших представителей профессии наградили знаками отличия. В этот предпраздничный день обстановка на территории больницы непривычная. Сотрудники лечебного заведения оторвались на несколько минут от работы, чтобы принимать поздравления. У вас замечательный коллектив, замечательные врачи, медсестры. Все, что связано с больницей – это наша история, вы – наша гордость. Я вам искренне говорю слова благодарности, самые добрые вам пожелания, здоровья, долголетия. И спасибо за то, что вы делаете ежедневно, ежечасно. За благородный и самоотверженный труд несколько сотрудников наградили знаками отличия. Накануне праздника глава округа вручил медикам сертификаты на предоставление жилья. Здесь я работаю уже с 2011 года. Но подала, конечно, документы, наверное, год назад всего. Даже, может, того меньше. Насколько я помню, в январе я принесла документы. Вот сегодня уже я получила комнату. Ну, конечно, это счастье. Для человека самое главное – жилье, как говорится. А есть жилье, есть тыл, есть семья, есть тепло, как говорится. И когда у тебя дома все хорошо, и на работе, конечно, тоже все бывает хорошо. В этом году День медицинского работника несет в себе особое значение. Люди в белых халатах оказались на передовой борьбы с опасной инфекцией. И фактически первыми приняли на себя удар коронавируса. Луиза Егязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты врачей, оказание плановой медицинской помощи. Эти вопросы стали главными на онлайн-совещании главы округа с работниками учреждений здравоохранения Люберец. Я говорю всем нашим врачам, докторам, всему медицинскому персоналу огромное спасибо за работу, такую каждодневную, ежечасную, потому что на самом деле мы сегодня на переднем фронте. В начале онлайн-конференции глава округа выразил признательность всем медицинским работникам. Далее обсудили работу нового ковид-центра в Краскове и обеспечение лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, оно у нас осуществляется через, в основном через оба медсервис, но и по собственным контрактам. Проблем со средствами защиты у нас нет. Еще один актуальный вопрос – своевременное начисление стимулирующих выплат медикам в период пандемии. По словам руководства Люберецкой областной больницы, с этим проблем больше нет. Положенные надбавки медработникам выплачены полностью. По 484-му постановлению у нас количество получателей составило 509 человек на общую сумму 29 млн 577 тысяч. По 415-му постановлению количество получателей 1490 человек на общую сумму 26 млн 14 тысяч. На встрече также обсудили режим работы подразделений больницы. В поликлинике возобновили плановый прием пациентов. Уже сейчас можно записаться к стоматологу, терапевту, хирургу, неврологу, кардиологу и эндокринологу. Но по мнению властей этого мало. У нас есть больные онкологии, которые требуют оперативного вмешательства со стороны урологии. И вот такие отделения, как гинекология, урология, конечно, нам по какому-то количеству бы коек в плановом режиме необходимо было бы открыть. Правда, попасть к специалистам стало сложнее. Порядок приема пациентов изменился. Теперь медикам нужно время, чтобы после каждого посещения продезинфицировать кабинеты. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах доставляют бесплатные комплекты масок социально незащищенным жителям. Такую поддержку правительство Московской области оказывает, учитывая действия масочного режима. Масок много не бывает, особенно в многодетной семье. Оттого и набору защитных средств от главы региона Обориной Рады. В масках мы заходим только в общественные места, не насилуемся на улице. Маски, которые вы привезли, будут очень-очень кстати. И, конечно, не будут, не использованы, не останутся. В дом многодетной семьи волонтеры приходят не впервые. Недавно Обориным вручили положенный им продуктовый набор. Вдвойне приятнее получать помощь от добровольцев, говорит мама троих детей. Наталья и сама раньше занималась волонтерством. А теперь по ее стопам хотят пойти дочери. Эта польза вообще бесценна. Это невозможно переоценить. Невозможно переоценить вклад в... Мало того, что на пользу общества, так, мне кажется, волонтерство делает нас самих, этих людей, которые работают, лучше. Комплекты средств защиты достанутся порядка двум тысячам получателей. По поручению губернатора их выдают нуждающимся. Малообеспеченным семьям, получающим детские пособия и состоящим на учете в органах соцзащиты. Во время строгих ограничений, как и сегодня, к волонтерскому штабу присоединяются все больше неравнодушных жителей. На добровольных началах помогают разносить гуманитарную помощь сотрудники Люберецкого социально-реабилитационного центра. На семьи выдается одна упаковка одноразовых масок медицинских в количестве 20 штук. Это доставляет огромное удовольствие, если можно так сказать, потому что мы помогаем в первую очередь семьям, которые попали в трудную ситуацию. Людям сейчас нужна наша помощь. Защитные наборы вскоре дойдут до всех получателей. Средства защиты помогут люберчанам соблюдать меры безопасности и не допускать распространения заболеваний. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Многие ограничительные меры позади, однако в регионе по-прежнему нужно носить средства защиты в общественных местах. Как в Люберцах соблюдают масочный режим в общественном транспорте, выясняли представители административно-транспортного контроля и пассажирской инспекции. Маска на каждом пассажире. Только так может приступать к движению водитель общественного транспорта. Насколько строго это правило соблюдают все участники поездки, члены инспекции проверили на наиболее востребованных маршрутах. Не ходите без масочек, ладно? Маска на лице, когда на улице жара, испытание не из легких. Но как показал мониторинг, для людей старой закалки безопасность превыше комфорта. Подавляющее большинство соблюдает масочный режим, чего не скажешь о подрастающем поколении. Рейд показал, подростки зачастую игнорируют требования. Одеваем маски или покидаем транспортное средство. А где вы предлагаете сейчас маски? Чтобы не создавать проблем себе и другим пассажирам, средства защиты предлагают приобрести у водителя. Их наличие сотрудники транспортного контроля тоже проверили. Еще один важный пункт каждой инспекции – дезинфицирующие средства. Товарищ водитель, средства по поводу антисептика есть, все имеется. Мы сохраняем масочный режим в Подмосковье и, естественно, принимаем все возможные меры на транспорте. Соблюдение, естественно, дистанции, соблюдение масочного режима и всевозможные нормы собственной гигиены. Просим жителей и людей, которые пользуются общественным транспортом, носить маску и не подвергать опасности других людей. Инициатор мониторингов – Министерство транспорта Подмосковья. В округе такие проверки на общественном транспорте проводят регулярно уже в течение трех месяцев. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах отметили Всемирный день донора. По доброй традиции на станции переливания крови в эти дни многолюдно. Праздничная акция собрала как тех, кто совершил тихий подвиг впервые, так и тех, для кого спасение – дело жизни. Какого волнения нет. Делаешь доброе дело. Самое главное – это доброе дело делать. Ты делаешь добро, а оно потом тебе возвращается. С боевым настроем и блеском в глазах. Так в день акции донорами стали и молодогвардейцы. Константин Калугин последовал примеру сестры. Она сдает кровь регулярно. Сначала, как и положено, Костя прошел первичное обследование. Пока в лаборатории исследовали его кровь, терапевт осмотрел молодогвардейца. После одобрительного Годин приступили к самой сдаче. 10 минут времени. Минус 450 миллилитров крови и Константин – донор. Чувствую небольшую слабость, но могу пробежать марафон. В душе все отлично. Надо помогать людям. Сначала ты поможешь, потом тебе помогут. Почти все молодогвардейцы стали донорами впервые. Исключение – Анастасия Андросова. Она и инициировала коллективный поход в Люберецкую станцию переливания крови. Желание помочь возникло у студентки, когда она стала волонтером. Я начала часто задавать себе вопрос, а кто я, если не я. Ну вот люди живут, думают, что ну как не будет без меня, как не будет без меня. А если все будут так думать, то кто тогда будет помогать. Я бы с удовольствием задавала кровь чаще, но ввиду особенностей организма, это можно делать там раз в три месяца. Сейчас, после затянувшихся ограничительных мер, каждый новичок в рядах доноров на вес золота. Крови критически не хватает, а помочь несложно. Чтобы сдать кровь, достаточно быть здоровым и совершеннолетним. Накануне не употреблять лекарства, жирную пищу, алкоголь и табак. Правда, самое главное в этом деле – желание. После сдачи крови проходят определенные этапы исследования, после чего эта кровь может поступать в лечебно-профилактические учреждения для использования. Таким образом, это занимает около недели. Капля крови, отданная донором, вливание в большой океан помощи. Акция, даже несмотря на сложную эпид-ситуацию, помогла собрать больше крови, чем в обычный день. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Где и как проголосовать за поправки к Конституции России 1 июля? Какие изменения ждут нас? В Люберцах ответы на эти вопросы можно получить ежедневно. В округе волонтеры информируют жителей об общероссийском голосовании. Где можно подробнее ознакомиться с поправками к Конституции? Смотрите, подробнее вы можете ознакомиться на наших буклетах или же на сайте мояконституция.рф. Волонтер Конституции. Теперь это звание в Люберцах гордо носят 80 человек. К обязанностям добровольцев, помимо доставки масок и продуктовых наборов нуждающимся, добавилась еще одна особенно важная. Каждый день, то есть выходные, будние, мы стоим на пикетах, так называемых, на своих точках, куда каждый человек, каждый посетитель торгового центра, каждый желающий может подойти, задать какие-то свои вопросы. Кто-то приходит с положительными какими-то словами, кто-то с отрицательными. Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. К любым вопросам готовы волонтеры Конституции. Все они прошли специальное обучение. Добровольцев, знающих о голосовании 1 июля, все, можно встретить в торговых центрах и на улицах Люберец. Каждый день с 4 до 8 вечера в будни с 11 до 8 у нас стоят молодогвардейцы, волонтеры Победы, молодежный парламент при совете депутатов. А так у нас голосование начинается с 25 числа по месту расположения УИКов. И, соответственно, 1 числа будет основной день голосования. Где можно проголосовать? Может ли прописка повлиять на место голосования? Жители и волонтеры информируют о грядущем голосовании, о внесении поправок в Конституцию России. В помощь интересующимся буклеты и сайт «Моя Конституция.РФ». У нас мы такую маленькую методичку сделали, что значит 6 дней голосовать, как все можно пройти и так далее, потому что люди чуть-чуть не понимают. О своей работе волонтеры Конституции рассказали главе округа. Во время встречи с Владимиром Ружицким Люберецкие добровольцы поговорили о процедуре голосования и о Конституции в целом. Я вам скажу, любым документом всех устроить почти невозможно. Это нормально, укажет свое мнение. Информировать Люберча на грядущем голосовании волонтеры Конституции продолжат до 1 июля. Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Люберецкие призывники отправились на военную службу. Какие новшества принесла с собой очередная призывная компания и где будут служить новобранцы, узнавала наша съемочная группа. К проводам молодых бойцов присоединилась Анна Троян. Служить, чтобы надеть погоны полиции. Никита Фирсов идет в армию по зову сердца еще до окончания отсрочки от техникума. Свой долг родине призывник хочет отдать морской пехоте. Парень готов ко всем сложностям. Физические нагрузки даются ему легко. 10 лет играл за футбольный клуб «Звезда». Морально Никита настроен тоже по-боевому. Он мечтает пойти по стопам отца, подполковника МВД. Полицейский – это тот, кто борется не за себя, а за людей, за общество, за семью. Я сам на это иду. Смелости немного будет побольше, наверное. И, в принципе, мужество. Определенный урок. Я считаю, любой мужчина должен пройти его. Хочет он этого или нет. Тосковать по Никите целый год придется не только родителям, но и его девушке. Анастасия поддерживает уверенный настрой парня. Говорит, что сделает все возможное, чтобы время разлуки пролетело быстро. Вместе мы уже с Никитой около двух лет. Главное, что Никита хочет в армию, то, что она идет. И приняла это. Я волнуюсь и переживаю. Эмоции свои я не скрываю. Увидятся возлюбленные только на присяге через месяц. В этом плане другу Никиты Владиславу Медюкову больше повезло. Они призвались вместе. Небольшая, так сказать, тряска есть, естественно. Ну и такое чувство, что ты не знаешь, что с тобой будет. Никакого волнения. Все спокойно. Призыв молодых бойцов в армию во время ограничений не прекращался. Особая ситуация заставила соблюдать санитарные нормы в военных частях с военной строгостью. Все ребята не только годны, но и абсолютно здоровы. К медобследованиям в этом году добавился еще и тест на ковид. В связи со сложившейся ситуацией, ну, с пандемией и вот ограничительными мерами в этой связи, мы сейчас отправляем ребят только те, которые, соответственно, так сказать, сами мотивированы на службу, которые желают служить, которые, так сказать, по состоянию здоровья подходят. То есть мы не занимаемся сейчас другой категории граждан. В этот раз ряды российской армии пополнили 54 люберчанина. Большинство пошли служить вооруженные силы уже после получения специального образования. Сегодня вы убываете сейчас на сборный пункт, туда, в областной военный комиссариат, где в течение нескольких дней вам определят ту воинскую часть, куда вы пойдете служить. Желание ребят при распределении тоже учитывается. Кто-то мечтает служить в спецназе и морской пехоте, кто-то по специальности. Как показала практика, сейчас многие хотят служить. Взаимопонимание существует. Специальность, которую они получают, мы, я о чем сказал выше, пытаемся учитывать. Чтобы год этот не прошел напрасно, мы стараемся сделать таким образом, чтобы по специальности люди и служили. Поэтому как бы приобрести дополнительные навыки, поработать на новых образцах техники, которые вооруженные силы поступают. Люберчане будут служить недалеко от дома. 70% призывников попадают в западный военный округ. Однако родители, девушки и друзья все равно провожают ребят со слезами на глазах. Эмоции переполняют, волнуемся, переживаем. Но все будет хорошо, потому что он сильный, крепкий. Это важно. Весенний призыв продлится до 15 июля. В 2020-м он пополнит вооруженные силы страны на 360. Люберчан Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте лрт.тв и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин